В Серпухове стартовал сезон новогодних елок. Первыми в городе поучаствовать в сказке Деда Мороза и Снегурочки решили сотрудники Серпуховского историко-художественного музея. Но водили детей не только вокруг лесной красавицы. Для маленьких посетителей в программе сразу несколько экскурсий. Посмотреть на представление отправились и наши корреспонденты. Здесь написано, что сружба, самое прекрасное чувство на земле. Сумеете дружить? Да! Историю тетушки-фарфорушки дети слушают, раскрыв рты. Но то и дело оборачиваются посмотреть на необычные экспонаты. Миниатюрные блюдца и чашечки, как из кукольного сервиза. Каждая из них расписана яркими красками и узорами. Дети тут оказываются будто в волшебной стране. Здесь планируется очень много программ и детских. У нас есть специальная программа, роспись, сказка, фарфоровая чашечка. Теневой театр будет для детей. Дети будут расписывать вазочки. Тут целый комплекс программ. Новогодние представления в музее каждый раз собирают аншлаги. В этом году пришлось даже увеличивать число показов. Играют по два раза в день. Билеты раскуплены еще с осени. Неудивительно, ведь кроме театрального представления для детей здесь готовят интерактивные экскурсии. Кроме истории о фарфоре, рассказы, мухи, цокотухи про самовары. В главных ролях, как всегда, сами сотрудники музея. Мы сами дети того периода времени, когда мы читали наши советские книги, когда мы видели наши советские мультфильмы. И мы в своих спектаклях не пытаемся стилизировать. Мы стараемся сохранить задуманное автором произведение. И, наверное, вживаясь в образ, ведь мы долго выбираем тот или иной репертуар для того, чтобы продумать, чтобы ребятам было интересно, чтобы им было весело. Но самая долгожданная часть – новогодняя сказка с подарками о Деда Мороза и Снегурочке. Играть помогают сами дети. Они, кажется, не хуже актеров, знают историю о царевне лягушке. И даже после раздачи конфет интерес к мероприятию не пропадает. Все ждут фотосессии с главными героями. Мне понравится Дед Мороз и Снегурочка.